Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Смотрите, тут я обещал вам рубрику вопрос и ответы. И вот на две штуки сейчас отвечу. Смотрите, первый вопрос, он не раз встречается. Я понимаю, что его иногда боты задают, но тем не менее он есть. И вот сейчас я его просто зачитаю так, как его задали. Благодари неба и бога, что ты морда, это я морда, ну вот эта морда, не застал настоящих фашистов, которым вы поклоняетесь как богам, от которых вас советские люди освобождали, вы либо забыли, либо не помните, кто такие были фашисты, бла-бла-бла, кок-кок-кок, и в таком же вот духе. Так я вам расскажу. Во-первых, в советской армии, в советской армии, да, в основном-то воевали украинцы, не меньше, чем русские, чтобы вы так знали, на секундочку, да. И давайте вот сейчас по сотрудничеству с фашистами пробежимся быстренько. Итак, давайте вспомним, с чего началась Вторая мировая война, только не надо мне про выдуманную Великую Отечественную войну. Была Вторая мировая, Великой Отечественной не было. Так вот, Вторая мировая война началась с совместного нападения на Польшу со стороны двух союзников. Еще раз подчеркиваю, двух союзников. Советского Союза и фашистской Германии. Два брата-близнеца. И я сейчас сразу, значит, немцы напали 1 сентября, соответственно, Советы напали 17 сентября, с другой стороны. Потом они вместе победили Польшу. Польша, конечно, не устояла, польская армия, против двух сверхдержав, которые ударили по ней с двух сторон. Рухнула в результате, хотя поляки сопротивлялись зверски. Надо сказать, что, конечно, куда круче, чем французы те же, да, сопротивлялись. Молодцы поляки, но Польша пала и Советский Союз в Германии провели, все мы знаем, парад Победы. Парад Победы он был не в 45-м, он был в 39-м, да, в Брест-Литовске. Они там вместе маршировали, в десны целовались. Деды маршировали одним строем. Деды наши, советские, деды немецкие одним строем там маршировали. Друг другу дарили сигареты, махорку и шоколадки. Фотографировались для истории. Да, Кривошейн, генерал советский, стоял на одной трибуне, принимал парад вместе. Я так не ошибаюсь, рядом с ним там Паулис стоял, если я так не ошибаюсь. Может еще кто-то, но он с немецким генералом принимал вместе парад. И вот это действительно было сотрудничество боевое. Вот это действительно были союзники. Советский Союз и нацистская Германия. А потом произошло нечто очень интересное. Вот смотрите, Советский Союз, как вам сказать, вы знаете, что сделал Гитлер? Я вам скажу, что сделал Гитлер. Помните, вот что сказал Путин своей вате, почему он напал на Украину? Он сказал, что если бы я не напал на Украину, то Украина бы напала на нас. Вот нехрен нам было больше делать, нападать на страну, как нападать на страну, там сколько, в 17 раз больше нас по территории и в 3 слихвая раса больше нас по населению. Да, ну вот мы сошли с ума и мы будем нападать на такую Россию. Но Путин это сказал, да? А знаете, что Гитлер сказал? Он же то же самое, собственно говоря, говорил. Дело в том, что Сталин, по планам Сталина, Сталин должен был напасть на Германию. Они же два союзника, но два паука в банке. Так вот, Сталин должен был напасть на Германию в 42-м году. Летом приблизительно. Тоже были такие же точно планы, как у Гитлера. Просто Гитлер его опередил, понимаете? И все. То есть Гитлер сделал то же самое, что сегодня Путин. Он сказал, ну так и что, он же хотел на меня напасть в 42-м, так я на него напал в 41-м, в чем проблема. Так что ваш Путин и Гитлер это одно и то же. А Советский Союз и Германия это союзники. И самый большой кооператор с Германией, самый большой предатель это Советский Союз. Потому что они вместе с Германией напали на Польшу. Да, это так, чтобы вы понимали, какой там советский народ. А теперь давайте вернемся к тому, кто же воевал с другой стороны за Вермахт. Я вам рассказываю, кто воевал за немцев. Знаете, сколько украинцев воевало в немецкой форме? Я вам расскажу, 50 тысяч человек. Мы этого не скрываем. 50 тысяч украинцев в форме Вермахта воевало против Советской Армии. Понятно, понятно. Записали, записали. Можете кричать, плеваться и сморкаться, я не знаю, в рукав. А знаете, сколько русских воевало за немцев в немецкой форме? Я вам рассказываю, 2 миллиона. Это минимум. Еще раз. Украинцев в форме Вермахта воевало 50 тысяч человек. Русских в форме Вермахта воевало 2 миллиона человек. 2 миллиона. Еще надо какие-то вопросы, кто тут был за кого? И эти люди мне будут рассказывать что-то там про Биндеру, о котором они не знают. Кстати, Биндера придет, обязательно порядок наведет. Видите, да. Обязательно. Дело в том, что он мне звонил, сказал, что это самое, он к Путину там поехал, так что ловите. А у Биндеры, Биндеры, есть еще визит Кояроша. Обязательно будет подбрасывать на Красной площади, так имейте в виду. Да, так вот, это к вопросу, значит, что кто кому поклоняется, чего забыли и чьи деды где воевали. Так вот, ваши деды воевали вместе с немцами против поляков. Это так, на секундочку. Начинали и сцеловались с ними в десны. Правда, потом один бандит напал на второго, но второй собирался напасть на первого. Вот такая была история, да. Видите, как замечательно. Так что, прежде чем задавать такие вопросы и рассказывать подобные вещи, надо все-таки немножко ковыряться в истории, а не братья кремлевские вот эти вот варианты, просто-напросто демонстрировать свою глупость и так далее, и так далее. Далее второй вопрос, это, а почему мы не ударим по... Вот, я просто беру такие вот варианты. Почему мы не навесем превентивный удар по Беларуси? Нет, ну, конечно, это можно сделать. Можно сделать, можно открыть еще один фронт. Но, в принципе, растягивание фронта нам не выгодно. Это у нас получится еще, посмотрите, длину границы с Беларусью. И да, можно нанести удар. У нас появится еще одна дополнительная линия фронта. Я не знаю, сколько, тысяча километров, да. Придется размазывать войска по ней. Понятно, что для них это тоже будет большой проблемой. Что Беларусь в жизни не закроет этот свой южный наш северный фронт. Соответственно, Рожкованы туда потянут свою технику, потянут туда свой личный состав. Начнется крупный замес, который они в результате, конечно, когда-то проиграют. Но, сколько же людей погибнет там. Поэтому, вот вы лично задаете такие вопросы. Почему мы не атакуем Беларусь? Вы лично этот вопрос из окопа задаете? Или вы сидите дома с пончиком на диване, дожеваете этот пончик? В военкомат вы не ходили, но советуете, как говорится, открыть еще один фронт? Вопрос, ответ, по-моему, очевиден, да? Поэтому, конечно, никто против Беларуси фронт сейчас открывать не будет. Несмотря на то, что, да, оттуда сыпятся снаряды. Мы это знаем. Мы это знаем. И мы с этим обязательно разберемся. Но разбираться надо в порядке приоритетов. Сначала надо разобраться с Рашкой. Когда мы с Рашкой разберемся, соответственно, потом мы с этим, я говорю, картофельником этим, козломордым, разберемся тоже. Но это будет позже. Сначала надо с Паханом разбираться, который сидит в Кремле. И с его бандой, которая у нас сейчас сидит в Донецкой, Луганской области, в Крымской. И Херсонской, Запорожской. Вот это вот мы их оттуда выпьем, а потом будем разбираться с этим картофельным фюрером. Не сомневайтесь, полк Калиновского обязательно там наведет порядок. Он к тому времени, может, уже будет бригадой, или дивизией Калиновского. Они там зайдут и сделают все, что надо. Но это будет немножечко позже. А картофельный фюрер будет драпать, не знаю куда там. К Чан Кайши? Не, не К Чан Кайши, как он там? Си Цзиньпинь. Вот туда. Но это будет немножечко позже, это будет не сегодня. Никто сейчас удлинять фронт не будет, несмотря на то, что, казалось бы, в Беларуси нормальной армии, нет, и действительно их можно подмять. Я тем паче, что население, в общем-то, ему не абсолютно, не симпатизирует этому фюреру местному. Но, тем не менее, удлинять фронт на какую-то тысячу километров просто, наоборот, никто не станет. И это дополнительная потеря. И это, как говорится, не на часе. Не сейчас. Когда-нибудь, да, будет на часе. Но не сегодня. Вот, собственно говоря, и все. Слава Украине!